Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видео я предлагаю вам сделать вместе со мной упражнение из книги Анны Эгиды «Быстрые зарисовки». В этой книге есть очень классное упражнение с рисованием силуэтов. Оно нацелено на то, чтобы выделить из массы объектов важные и показать их характерные особенности, характерные особенности формы. Самое простое упражнение делается на примере деревьев. Это тот объект, который всегда есть перед глазами, его легко найти и легко найти разнообразие форм. Я вам тоже предлагаю сделать такое упражнение с деревьями. Я буду делать дальше в видео эти наброски, эти рисунки по фото, которые я заранее сделала. Вы можете скачать эти фотографии на моем сайте рисования.info по ссылке в описании к этому ролику и сделать упражнение по моим фотографиям или же сделать свои собственные фотографии и дальше уже поупражняться с выявлением силуэта форм. Для рисования использовать можно любой инструмент, ручку, фломастер, карандаш. Желательно, чтобы он был достаточно укрывистым для того, чтобы не только форму хорошо обозначить, но и, как сказано в книге, тоже важно заполнить или заштриховать, или залить эту форму так, чтобы силуэт был очень плотный, чтобы не было в нем каких-то таких недосказанностей и лохматостей, скажем так, заливки. Надо, чтобы все было плотненько, для того, чтобы форму как бы так вот зафиксировать надежно. Также можно использовать, и, как по мне, это очень классный инструмент для быстрого рисования и для плотной также заливки. Это тушь, которую можно залить в кисть с резервуаром и таким образом быстро наносить краску на поверхность. Далее в видео вы посмотрите варианты заполнения. Здесь не обязательно так же, как я делала в круг это все вписывать, просто мне именно в тот момент захотелось сделать именно так. Поэтому вы найдете дальше в видео несколько вариантов деревьев разнообразных по форме, которые вписаны именно в такой круг. И я их еще заливала фоном. Это тоже делать не обязательно, просто вот мне захотелось так сделать это упражнение, оформить его, скажем так. Поэтому именно вот так это можно увидеть. Я также для разнообразия рисую разными инструментами, то есть не только тушью, но и карандашом, черным, акварельным, ручкой, маркером. То есть здесь в любой инструмент вы можете взять, просто главная задача, естественно, выполнить это упражнение. То есть задача берем, вычленяем из фотографии конкретную форму и пытаемся показать ее особенности. Долго не засиживаемся на одном дереве, лучше сделать много-много разных форм. И важная задача, как линией показать форму, так и плотно залить силуэт, залить его, заполнить черным цветом, темным цветом, самым темным тоном. Заполнить его, там заштриховать или залить тушью. Там уже кто какой инструмент выберет. Если вам понравится такое упражнение, то попробуйте не только по моим фотографиям его сделать, но также и найти вокруг вас то, что вот вам нравится тоже. Не обязательно это могут быть деревья, может быть что-то другое. И тоже сделать вот такое упражнение на силуэты. Ну и кому захочется еще больше интересных упражнений и идей по быстрым зарисовкам, могу порекомендовать эту книгу. Очень полезная, четко по делу, все очень логично выстроено в этой книге, у автора явный талант к обучению. Вот, поэтому я прям очень рада, что ознакомилась с этим изданием и вам тоже могу порекомендовать. Ну и давайте дальше перейдем к выполнению упражнения. Видео дальше будет идти под музыку, там будет понятно, что я делаю. И скачать, напомню, фотографии, по которым я рисую, вы можете на моем сайте. Благодарю вас за внимание, новых творческих открытий, приятного просмотра и до встречи в новом видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok